Все красавцы тут и стоят. Или вам было мало там жить? Хотелось еще этого? Ну получайте. Хай Господь всех рассудит. Слава Богу, что мы казаки. Пускай люди увидят правду. Откуда мы берем технику. Та, которая остается, ремонтируем. Этой же техникой, как и сказано. Их им же оружие, их и гоним. У нас тоже дети пляжи оплачут в подвалах. У нас люди сидят тоже под землей. Мы не плачемся, не жалуемся. Вам там на Киеве и прочее хорошо сидится. Так смотрите, что вы оставили после своего мира, после своего освобождения. Кого вы хотели освободить? Смотрите, вы верите дальше Порошенко и остальным? Верьте дальше. Но смотрите воочию, что они творят. Кого освобождать или захватывать? Две больших разницы. Неужели вы русский язык даже не знаете? Освободитель или защитник? И только Господь Бог может это рассудить. В Низинах пришли опять новые колонны. До сих пор идет у нас война. По речке Меус зашли опять ночью танки. И опять обстреливают наши высоты, нашу обожженную землю. Сейчас тяжело, не знаем, чьи проедем. Но если получится, мы попробуем показать. Впереди нас вон спирь. Это Саур-Могила. Деды наши там отстаивали. И нам приходится ее отстаивать. В 2014 году нам довелось опять держать эту высоту. История повторилась. Только 2014 год и 41-й цифры поменялись. И видите, нашу армию, видите, наше вооружение. Те добровольцы, которые не убежали, которые продают земля. Дорого. Стоят на вот этих пустынных выгоревших землях. Движется зима. Нам накормить еще стариков детей. Мы не знаем чем. Но мы не стонем. Мы верим, что Господь Бог нам дадаст. Что они оставили на этой земле, вы тоже видите. У нас нет ничего. Они жалуются, у них нема горячей воды. Это у них проблема. А их детей сюда послать. Мужей, командиров. Чтоб нас уничтожить. Им не хватает места. Ну вот, посмотрите. Теперь весь ландшафт. Откуда эти военные колонны и шли. Переди вас вы видите мирную наупалку. Простую шахту, где в начале нашей съемки. Вы видели, что они куда зашли. Вы видите, какие препятствия они видели. Куда и шли танки, на кого. Чуть-чуть правее, виднеется антрацит. Говорят, что нам что-то там дают. Нет. Мы забираем их, ремонтируем. Вот ребята, которые своими руками ремонтируем. Кто с оружием пришел, тот от оружия сдохнет. Пускай они смотрят правду. Вот, ребята, хай скажут. Как это металлолом. Установим и будем их бить, гнать. До Львова, а может быть и дальше. До Варшавы во всяком случае. На этом танке воевали поляки. И мадяры, блядь. Вот. Привет, Будапешт. Привет, Варшава, блядь. Вы к нам с мечом пришли. Уже сказали. От меча падла и сдохните, блядь. Львов, блядь. Особенно будет гореть в аду. Вся вот эта мразь львовская, блядь. Которая вылезла. Которая людей в Одессе палила, блядь. Которая невинных детей в Славянске жгла, блядь. Готовьтесь, мрази, блядь. Поддерживаю. Наше время пришло. Вы видите белые тряпки. Вот так они заходили в мирный поселок. Понавязывали белых тряпок. Люди думали, что они действительно хотят это. Они зашли в поселок и открыли жестокий огонь. Вы видите, тут, ну, остальное не покажем. В основном были поляки. Вот, венгрии. И вообще непонятной русского языка, украинского там не было. Вот так они три раза выходили, взяли флаги и пошли. Люди говорят, ой, неужели мир? Они зашли и начали танками давить просто мирное население. И такое у нас было. Брат зашел. Тур. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...